Hey, ребят, всем привет! Добро пожаловать на Мубити-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы с вами займемся уходом за кожей лица. Как вы знаете, я обожаю корейский уход. И сегодня, можно сказать, спонсором этого видео является сайт Style Korean. Наверное, самый крупный сайт, который доставляет в Россию. Так вот, Style Korean, независимо от того, сколько у вас подписчиков, ну, конечно, чем больше, тем лучше, они представляют возможность попробовать вам корейские товары. Мне кажется, каждые две недели у них разная тематика их программы Try Me. Вот так выглядит коробка, которую я получила, с товарами, которые мы сегодня будем пробовать. И их у нас вот, ну, не очень большое количество, но, знаете, я пробовала их в течение недели, и мне есть что сказать. И темой именно этой компании стала борьба с пятнами после прыщей. И когда я увидела, что они набирают людей, кто будет участвовать в их компании, я решила согласиться. И я была очень счастлива, что я оказалась одной из ста других девушек и парней, которым они решили прислать товары на обзор. У меня была проблемная кожа, у меня были высыпания, и были следы от прыщей также. Поэтому я подумала, что как бы я убью двух зайцев и покажу вам, какие продукты мне понравились больше всего, что не очень понравилось. И к тому же я посмотрю, действительно ли это все работает, и это как-то поможет мне избавиться от моей проблемной кожи. Кстати, можно видеть, что у меня здесь небольшие есть воспаления, они еще проходят. Но мне кажется, что из-за того, что я использовала эти продукты, о которых мы сейчас поговорим, это все дало возможность мне избавиться чуть быстрее от ненавистных высыпаний. В общем, да. Я оставлю, кстати, все ссылки в описании из того, что мы сегодня будем проводить. Итак, первое, что мне прислали, это гель, пилинг гель от бренда Sur Medic. Этот гель у нас не содержит целлюлозы, идеален для чувствительной кожи. В следующем составе имеются у нас пи, чай, кислоты и также цинтелла азиатская, что не может не радовать. Это, наверное, самый лучший ингредиент, когда вы хотите успокоить вашу кожу. Также этот гель поможет слегка осветлить кожу вашего лица, улучшить ее текстуру, тон, придавая коже сияющий вид. В общем, мне очень нравится описание этого геля. И надо сказать, что мне очень понравился этот гель, потому что, во-первых, он очень приятно пахнет. Не могу сказать, что у него какой-то такой сильный аромат цитрусовых, у него вообще даже никакого аромата нет. В упаковке не скажешь. У него такая очень интересная гелевая текстура. Сейчас мы с вами попробуем этот гель, естественно, потому что я хочу показать вам, как все работает у нас из этого набора. Если честно, он больше похож на умывалку для лица, даже так не скажу сразу, что это гель. Однако, когда вы наносите его на лицо, то можно сразу же, конечно, чувствовать, что кожа постепенно отшелушивается. И это очень приятное чувство. Я не знаю, ребят, можете ли вы верить или нет, но вот здесь у меня имеются вот эти ороговевшие клетки кожи. То есть, вся вот эта грязь, которая была на лице, она просто скатывается, и лицо после этого остается чистым, гладким и бархатистым. Ну что, гель я смыла. Теперь можно, мне кажется, даже видеть, что кожа, она прям как будто светится изнутри. Мне нравится это чувство. Итак, далее, что я использовала, наверное, каждый день. То есть, я использовала, возможно, даже 2-3 дня подряд эти пэды, и потом делала, допустим, день перерыв. Они созданы для того, чтобы обновить кожу, сделать ее более сияющей, гладкой, естественно, и также для сужения пор. В составе у нас имеется ниацинамид, что, собственно, и занимается тем, что делает ваши поры гораздо более уже. Также в составе у нас имеется лимонная вода, которая помогает бороться с поврежденной кожей и вообще улучшает ее состояние полностью. Последним ключевым экстрактом в этих пэдах является гриппфрутовый экстракт, что помогает бороться с воспалениями, а именно акне. Является отличным антивозрастным средством и также помогает смягчить вашу кожу. Я много видела о том, что люди достают их, такие, вау, какие-то огромные диски ватные, да, я тоже была в шоке, когда увидела их. Я использовала их каждый день, и надо сказать, что после каждого использования я видела более сияющую кожу, и мне это очень нравится. И в особенности с сывороткой с витамином С это работает гораздо-гораздо лучше, поэтому, да, давайте пробуем их прямо сейчас. У этих ватных дисков, или пэд, наверное, правильно называть их, да, имеются две стороны. Первая сторона, она более мягкая, и вторая же сторона более жесткая. Итак, давайте начнем с самой мягкой стороны. Здесь имеется у нас PH кислоты, но нет ощущения того, что мне что-то жжет, или что-то неприятно на коже, какие-то неприятные ощущения. Нет, кстати, ребята, одна из причин, почему я не снимала видео так долго, это вот из-за этого моего маленького друга. Я ждала, чтобы он прошел дня три точно, потому что мне было абсолютно некомфортно сниматься, чтобы он был прям таким, знаете, очевидным на лице, поэтому извиняюсь. Не знаю, ребят, видно ли вам, насколько моя кожа стала более сияющей или нет, возможно, не видно, но ощущение, которое получает использование этих пэдов, это какой-то прилив бодрости и свежесть. Опять же, идеально на утро. Этот продукт от Neojin мне определенно очень понравился. Использую его, когда хочу сделать так, чтобы кожа была более сияющей и ни разу не было такого, чтобы я разочаровалась хоть как-то после использования пэдов. Поэтому, да, продукт этот определенно прошел мой тест, можно сказать. Следующий продукт, который прислали Style Korean на обзор, это вот такая ампула с азелином и пептидным комплексом. Прикол этой ампулы, если так простым языком сказать, в том, что в этой ампуле содержатся частички азулина или азелина, надеюсь, я правильно произношу это слово. И когда вы наносите это на кожу, эти капсулы, они растворяются на коже, и таким образом эффект успокоения вашей кожи, он в разы больше, чем если, допустим, вы просто нанесете сыворотку без капсул. Потому что это все-таки пептидный комплекс, это ампула. Ампулы, они также гораздо более сильны в том, как они влияют на вашу кожу из-за большого количества активных ингредиентов. За неделю использования это был, наверное, мой самый используемый продукт из всех. Первое, что мне не очень понравилось в этом продукте, вот да, такое тоже бывает, это упаковка. Хоть здесь имеется помпа, но на самом деле иногда бывало сложно очень, чтобы продукт набрался вот сюда, и вдавливать его было иногда сложно. Поэтому тут раз на раз не приходится, но я как-то каждый раз, когда использовала продукт этот, мне было странно понимать, как это все работает. У продукта есть такой, знаете, небольшой какой-то еле заметный аромат, я бы сказала, как будто бы лечебный аромат. И, кстати, еще в составе этой ампулы у нас можно увидеть экстракт полыни, что вдвойне здорово для кожи, которая нуждается в лечебном эффекте. Вообще, ампула наносится у нас после тонинга кожи и перед нанесением сыворотки. И, конечно, когда я наношу эту ампулу, я стараюсь нанести ее на вот эту вот зону, где у меня воспаление. Из того, что мне нравится в этом продукте, это определенно, насколько он быстро засыхает на лице. Еще, конечно, тот факт, что это пептидный комплекс, хорошо для кожи, когда дело касается ее лечения во время вот таких вот непонятных моментов. Еще мне очень нравится цвет этого продукта, он такой приятный, синий. И мне кажется, если вы любите использовать высококонцентрированные продукты в своем уходе, а именно когда дело касается ампул, то это то, что, возможно, может заинтересовать вас, особенно если вы хотите и подлечить кожу, и также очень хорошо увлажнить ее, и напитать всеми необходимыми компонентами перед тем, как прийти к следующему шагу в уходе за вашим лицом. Следующий продукт, который я не знаю, насколько мне он понравился, это продукт от, опять же, Neogen. Это у нас сыворотка с витамином С, которая называется Real Vita C Serum. И здесь у нас 22% витамина С и также Vita C от Сирола Комплекс для того, чтобы сделать кожу более сияющей, ревитализировать ее и увлажнить. Окей, это очень круто, конечно, звучит, но когда я использовала ее в первый раз, я ужасно не полюбила запах этого продукта. Я использовала много средств в своей жизни, я примерно понимаю, какие могут быть запахи в уходе. Иногда запах это все-таки что-то, что является частью продукта, и его никуда не деть. Но здесь это запах каких-то, я не знаю, носков. Когда я использую ее по утрам, это когда я обычно использую, я не могу просто дышать, когда я использую эту сыворотку на своем лице. Да, она отлично работает, она быстро впитывается. И в этой сыворотке большое количество просто шикарных компонентов, которые будут так хороши для вашей кожи. Запах это вот, мне кажется, то, что может иногда толкнуть любого человека, который использует новый уход. В этой сыворотке у нас имеются такие компоненты, как ниацинамид, содиумфосфат. Это какой-то стабилизированный ресурс витамина С. Также здесь можно встретить такие компоненты, как цитрусовые, фруктовые экстракты, витамины комплекса Е, витамины комплекса В5, и коллаген, и гиалуронку. В общем, тут много всего интересного, и когда ты читаешь, ты думаешь, такой, вау, вот это состав, вот это я понимаю. Но запах, сейчас я попытаюсь ее использовать, я не могу. Я сразу вижу улучшение в своей коже, она становится гораздо-гораздо более сияющей. И именно благодаря этой сыворотке, как мне кажется, моя кожа стала чуть более светлее. В тоне это и написано на веб-сайте, что эта сыворотка, она прям очень хорошо осветляет кожу в течение, там, может быть, недели использования. И я увидела этот эффект, надо сказать, что нечасто бывает. Мне кажется, кожа все начинает выглядеть лучше и лучше с каждым нанесенным средством. Последнее, что мне отправили Style Korean на обзор, это крем. Крем достаточно жирный, так и называется Super Keramide 100. И этот крем очень-очень плотный. Его я предпочитаю сейчас использовать не по утрам, а именно по вечерам. Мне кажется, он будет очень хорош для использования на зиму, потому что летом, если у вас особенно комбинированная кожа или жирная кожа, это может быть слишком, слишком too much, да. И я сразу вижу этот эффект увлажнения, то есть видно, что кожа очень хорошо напитана. Именно поэтому, я так понимаю, использование крема, который даст супер-хорошее увлажнение, это важно. И вот так выглядит наш уход со всеми средствами, которые прислал мне Style Korean, чему я очень рада, спасибо большое. И последнее, это, конечно, использование солнцезащитного крема обязательно после витамина С, после пилинга. Солнцезащитный крем это необходимость. И закончить это видео я хочу, конечно, легким макияжем, потому что, мне кажется, я очень давно не делала макияж на камеру. И начать я хочу с праймера от Hourglass, это у меня пробник, называется он Veil Miral Primer, и мне он нравится для особенных случаев, для особенного макияжа на выход. Но сегодня, наверное, этот особенный случай настал. Делает кожу такой прям гладкой, супер-мягкой, очень нравится. В качестве тона мы сегодня будем использовать тинт от Cosas, Tinted Face Oil. И оттенок этого тинта у меня 0,3, его нужно взболтать перед использованием. Очень жидкий. И также у него, конечно, не очень большая способность перекрывать какие-то конкретные прям недостатки, но мне нравится на повседневное использование, на каждый день. Обожаю. Вот лицо сейчас гораздо-гораздо лучше смотрится, и появился этот здоровый блеск лица. То, что нам нужно. В качестве канцелера я буду использовать канцелер от Dose of Colors в оттенке 0,8 Light. И, кстати, новая техника, которой сейчас пользуются очень многие, это наносить канцелер не полностью треугольником под глаза, а совсем немножко вот так вот. И это позволяет открыть глаза, немножко раскрыть взгляд. Мне техника эта тоже очень нравится сейчас. В качестве бронзера я буду использовать свой бронзер от Патрика, вернее, это больше как румяна, но я использую их почти всегда как бронзер именно. Мне кажется, в прошлых видео я говорила, что этот бронзер, он немножко оранжевит. Иногда я вижу этот отчетливо оранжевый подтон, иногда нет. Я не знаю, в чем проблема. Но сейчас, мне кажется, очень даже смотрится все естественно. В качестве теней сегодня я хочу использовать палетку от Buxom The White Russian. Давненько не пользовалась этими тенями, если честно. Гораздо больше пользуюсь румянами из этой палетки, чем тенями. И я начну с оттенка Decadent. Возьму кисточку поменьше и хочу взять оттенок Smoke Glow, для того, чтобы нанести его для затемнения, в общем. И завершить макияж глаз я хочу, скорее всего, вот этим оттенком. Он имеет в себе минимальное количество блесток. Возможно, это будет немножко не тот оттенок. Но давайте попробуем, почему нет. Да, это больше как матовый. Возьму немножко белого оттенка. Подправлю растушевку. Все-таки в качестве шиммера я решила взять вот этот оттенок. В нем гораздо-гораздо больше шиммера. Да, он неплохой, но... Все-таки я хотела больше шиммеров. Вот такой у нас получается простенький макияж на каждый день. Сейчас я хочу взять свои любимые румяны. В моем самом любимом оттенке от бренда Tower 28. Оттенок называется Magic Hour. Я возьму спонж и нанесу их сюда. Идеальный цвет, который, как мне кажется, подойдет каждому. И также, что очень здорово об этих румянах, это то, что они засыхают у вас. Они не... на что не будут цепляться, допустим. На телефоне они могут, конечно, отпечататься, но не так сильно, как любые другие румяна от любых брендов. Дальше я буду использовать подводку от бренда Elon Musk. Я хочу взять не такой темный оттенок, что-то посередине и нанести этот оттенок, наверное, этот. На линию роста ресниц. Так. В качестве туши я буду использовать тушь от Charlotte Tilbury. Это ее давнишний запуск Push Up Lashes. В первый раз, когда я попробовала ее, я такая, вау, какая классная тушь. Она супер здорово удлиняет ресницы. Она делает их такими прям, ух, пушистыми. Все, что нужно. Но она жутко осыпается. Это нужно иметь в виду. Поэтому, если вы куда-то идете, знаете, что вам, скорее всего, придется подтирать вот эту зону лица. Я, когда использую, я точно знаю, что там через пару часов нужно посмотреть на то, как я выгляжу. Иначе это все выглядит очень безобразно. Но мне нравится определенно, как эта тушь заставляет мои реснички подкручиваться. В общем, объем. Все, что нужно в одной туши. Далее я хочу использовать свою любимую пудру на данный момент от Cosas в оттенке Feathery. И мы надеемся мы просто на зону под глазами. Очень хорошо блюрить. Я, наверное, уже про нее говорила миллион раз. Но это правда. В качестве хайлайтера я буду использовать хайлайтер от бренда Merit. Это хайлайтер в стиковой форме. Идеальный продукт на дни, когда вы хотите, допустим, чтобы ваш макияж выглядел супер естественно. Красиво смотрится, но он, знаете, что может очень даже легко стереть макияж, который у вас находится под этим хайлайтером. То есть какие-то румяна, бронзер. Это все может исчезнуть, потому что у него такая формула, у него такая текстура. На нос. Я буду использовать в первый раз помаду от MAC под названием Velvet Teddy. Последнее это будет спрей для закрепления макияжа от Milk Makeup, их Hydra Spray. И вот такой у нас сегодня получился макияж плюс уход от корейского сайта Style Korean, который сегодня помог созданию этого видео. Я хочу точно сказать, что за неделю использования этих продуктов я увидела результат. Я увидела, что моя кожа стала гораздо более здорово выглядящей. Она стала гораздо более гладкой, сияющей, конечно же. И, естественно, у меня воспаления, они исчезли куда-то. И мне кажется, это все стало возможным именно благодаря средствам, которые я получила от Style Korean. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Я надеюсь, что у вас все идет хорошо. Я желаю вам прекрасно провести эту пятницу, выходные. Желаю вам прекрасных макияжных дней. Каждый день, конечно же, это очень важно. И да, я с вами не прощаюсь. Ваша Юля. Всем пока.